Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о самом сокровенном, можно даже сказать об интимном. Это о стоимости жизни в Турции. А именно, какой необходим минимальный бюджет для комфортного проживания двоих человек. Берем для примера именно двоих. Видео обещает быть очень интересным, так что поэтому ставим лайк, подписываемся обязательно на наш канал. Надеюсь, в этот раз Денис здесь ставит кнопку подписаться. А мы начинаем. Начнем с самого интересного, это квартиры. Конечно же, можно здесь купить жилье, либо арендовать. Если будете арендовать, то цены варьируются очень сильно, начиная от 1000 лир и спокойно доходит до 5000 лир в зависимости от района, удаленности от моря и так далее. У нас, допустим, квартира стоит 1500 лир, до моря приблизительно идти 15-20 минут. В среднем возьмем цену в 2500 лир, чтобы не сильно дешево, не сильно дорого, средненько. Следующая статья расходов у нас плата за коммунальные услуги. Опять же, в зависимости от квартиры, в зависимости от сезонности, очень сильно варьируется. Также в зависимости от вашей экономности. Но опять же, берем среднее минимальное, оплату за коммунальные услуги. Здесь он называется айдат, именно за содержание дома. Там, возможно, бассейн, стрижка газона. Возьмем в сумму 50 лир. Допустим, у нас его вообще нет, потому что у нас нет бассейна. Нет бассейна, нет проблем. Что касается кондиционеров и обогрева. В среднем выходят коммунальные услуги, что летом, что зимой, около 800 лир. Около 600 лир летом это кондиционер электричества. Ну, где-то 100 лир вода и 100 лир газ. У нас дом оборудован газом. И зимой это сумма в, опять же, 800 лир. На газ только теперь, на обогрев тратится 600 лир. И на воду, на электричество приблизительно по 100 лир. Весной и осенью, естественно, не топишься и не холодишься, поэтому выходит дешевле. И среднюю сумму мы берем, посчитали, около 500 лир. То есть 500 лир берем. Далее мы возьмем то, без чего в нашем современном мире не может обойтись собака. Не... Не одна собака. Не один человек. А это что? Это у нас телефон, связь и интернет домашний. У нас интернет за 150 лир, но это прям супер-пупер конфетка. Нареканий никаких нет. Минимальный тариф это приблизительно 80 лир домашний интернет. Туда, конечно же, еще включается телевизор, но к сомнительному удовольствию смотреть на чужом языке фильмы, либо что не было. И сотовая связь. Это прям такой один тоже из дешевых тарифов комфортных. Это 50 лир. Ну а теперь точно без чего не может обойтись каждый человек. Это еда. Как вы знаете, наверное, в Турции процветают рынки. То есть рынки здесь не такие, как в России. На рынки тут ходят, наверное, практически все. И закупиться там можно разнообразными фруктами, овощами. Это, конечно же, выходит дешевле, чем в магазинах. А стоит здесь еда по сравнению, особенно с российскими ценами, и, конечно же, копейки, фрукты, овощи. На семью из двух человек возьмем сумму в 60 лир. Это можно закупить целую тележку или, возможно, даже две, в зависимости от того, что вы покупаете и на каком рынке. Рынки, кстати, тоже по цене так немножко варьируются. Где-то помидор стоит лира, а где-то целых аж пять. Безобразие. У нас на канале есть отдельные выпуски про рынки. Очень вкусные, колоритные. Заходите, смотрите, можете немножко подрассчитать свой бюджет. 60 лир – это один поход на рынок. Рынок у нас бывает раз в неделю. Соответственно, умножаем на 4, и получается 240 в месяц. И, конечно же, одними фруктами и овощами сыт не будешь, поэтому мы дальше с вами идем на рынок. Мы от рынка ушли, к рынку пришли в магазин. Запуталась Настя. Пришли мы с вами в магазин. Цены по сравнению с российскими я даже уже не вспомню. Мясо приблизительно 60 лир. Килограмм курицы целый около 17 лир. Что еще интересного? Молоко приблизительно 5 лир. Яйца 30 штук 20 лир. Опять же, конечно же, у нас на канале есть выпуск. Не без этого. Заходите, смотрите, и уже более подробно можно будет составить свой бюджет. Возьмем, наверное, такую минимальную, среднюю, комфортную. Все перечислила. Цену – это 40 лир на день. То есть пойти себе купить сырочка, яйца, ну, понятное дело, каждый день едите на неделю. Мясо, рыбу, чтобы все в рационе здоровое присутствовало. То есть, чтобы не голодать. Плюс еще там всякая бытовая химия по мелочи и бумажные изделия. И 40 лир умножаем на 30. Это выходит аж 1200 лир. Мы с вами покушали, заплатили за квартиру. Теперь нужно нам одеться. Идем в магазин или на рынок. Цены очень сильно варьируются. На рынке можно купить одежду буквально за 5, за 10, за 15 лир. Это если вы не притязательный и вам вообще все равно, в чем ходить. Но, в принципе, там есть и очень достаточно качественная одежда. Можно поискать такие известные бренды. Такие вот футболочки у нас по 50 лир. Ну, смотрите, они прям красивые. С принтами, поверх принтов. То ли наклеено, наверное, наклеено, да? Ну, да. Красиво. Необычные. Да. Вот с перышком. Смотрите, как это. Да, видно. Если вы не любите рынки, то можно сходить в такие известные магазины, как LCY Geek, DeFacto, Katon. Также присутствуют в торговых центрах такие известные мировые марки, как Mango, Bershka, Adidas и все прочее. В общем, все здесь есть. Конечно же, мы с вами опять берем минимальный бюджет. Ну, чтобы не прям так с рынка, чтобы уж прям, ну, что-то так выбрать и чуть-чуть приличненько, да, одеваться. Общим советом с мужем мы решили дать вам на месяц 200 лир. На двоих. Крутитесь, как хотите, называется. Я бы на каждого, да. На каждого? Вообще. То есть сначала ты плачешь, что на шоппинг не ходить, а теперь вот так вот. С меня ходи. Муж шопоголик. Он предлагает на каждого 200 лир. Я думаю, все-таки мы выделим, наверное, на одного 200 лир, потому что, во-первых, ну, не каждый месяц покупается. Во-вторых, у нас берется минимальный-минимальный бюджет такой, минимально комфортный. И возьмем мы с вами на семью 200 лир, с учетом того, что здесь не нужна зимняя одежда. Зимой мой муж вообще проходил в кофте, я в легкой куртке, в кроссовках. То есть тратиться на зимнюю одежду не приходится. В основном это шлепки, шорты, там платья. То есть это один из плюсов Турции. Можно сэкономить на одежде. Мы с вами приоделись и теперь идем развлекаться. Возьмем такую статью расходок, как кафе. Кафе, опять же, бывают очень разные, но мы с вами возьмем средненькое. Ну и чтобы хотя бы раз в неделю мы туда выходили и отдыхали. Сумма приблизительно на двоих в таком более-менее нормальном кафе это 100 лир. И 100 лир умножаем на 4 недели, это 400 лир. А дальше мы с вами немножечко прям поездим. Конечно же, если кому-то там надо на работу, либо каждый день куда-то ездить на пляж, то прибавляйте себе эту сумму. Ну мы возьмем именно так куда-то там отдохнуть или может по делам съездить. Проезд в общественном транспорте Анталии стоит 3,65 лиры. Едем вдвоем. Это уже ого-го. Целый доллар, да? На поездку вдвоем в общественном транспорте получится туда-обратно дорога в 15 лир. Раз в неделю умножаем опять же 15 лир на 4, это выходит 60 лир. Конечно же, это бюджет прям минимальный-минимальный. Я бы еще советовала сюда включить страховку, но мы в этот бюджет не будем ее включать, потому что страховки очень разные. Там буквально от 100 лир и 800 лир. То есть очень-очень варьируется. Выбирайте сами называется. И без учета страховки у нас вышла сумма в 6 130 лир. На двоих, напоминаю. Это средняя, конечно же, сумма. У всех потребности будут показатели разные. Кто-то хочет в кафе ходить каждый день, кто-то вообще не ест в кафе, кто-то развлекается, кто-то нет. У кого-то ребенок, у кого-то плюс еще собака, у кого-то еще кто-то там. В свою очередь мы постарались вам максимально разбить суммы, объяснить, что к чему. Напоминаю, что это с арендой квартиры. Если вы здесь покупаете квартиру 2500 лир, с этого бюджета можно просто-запросто смахнуть. А если вы еще один, то еще дешевле. Сейчас Денис лайфхак сказал, если вы едете один, то еще дешевле. Кстати, очень интересно, какой бюджет у вас. Пишите, если не жалко, из какого вы города, сколько семья человек и сколько вы тратите в месяц. Будет интересно очень сравнить. На этом, дорогие друзья, у нас с вами все. До скорых встреч. Пока-пока. С вас лайки, подписки. И также пишите, что еще интересненького снять. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.